Молод, хорош собой, образован, мил. Да, и при всём при этом мог погибнуть в безвестности, Клеопатра Львовна. А кто ж ему велел быть в безвестности, довольный и того, что он молод, да хорош собой? Да ведь, коли нету родства-то хорошего или знакомства, где людей-то увидишь, где протекцию-то найдёшь? Не надо было убегать общество, мы бы его заметили, непременно заметили. Ах, чтобы заметным-то быть, нужно ум большой, а людям обыкновенным трудно, ох, как трудно. Вы к сыну несправедливы, у него ума очень довольны, да и нет особенной надобности-то в большом уме, довольны и того, что он хорош собой, к чему тут ум, ему не профессором быть. Нет, поверьте, что красивому молодому человеку просто из сострадания всегда его люди помогут выйти и дадут средства жить хорошо. Если вы видите, что умный человек, бедно одет, живёт в дурной квартире, едет на плохом извозчике, это вас не поражает, не колет вам глаз. Так и надо, это идёт к умному человеку, здесь нет видимого противоречия. Но если вы видите молодого красавца, бедно одетого, это больно, этого не должно быть, да и не будет, никогда не будет. Ах, какое у вас сердце-то ангельское? Да нельзя, мы этого не допустим. Мы, женщины, мы поднимем на ноги мужей, знакомых, все власти мы его устроим. Надо, чтобы ничто не мешало нам любоваться на него. Бедность, мы ничего не пожалеем, чтобы... Нельзя, нельзя. Красивые-то молодые люди, так редкие. Как бы все-то так думали. Все, все мы вообще должны сочувствовать бедным людям, это наш долг, обязанность, тут и разговаривать нечего.